Во вторник 3 апреля в Нарвском колледже Тартусского университета прошла конференция «Безопасность на улицах города», в которой приняли участие вице-мэр Нарвы по социальным вопросам Александр Людвиг, вице-мэр по городскому хозяйству Наталья Шибалова, руководитель Нарвской полиции Сергей Андреев и председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов. Как сообщают организаторы конференции, продиктована она произошедшим недавно в городе жестоким преступлением – убийством 9-летней Варвары Ивановой. Как сказал Александр Ефимов, вопрос обсуждения камер видеонаблюдения был поднят на городском собрании, на котором было решено выделить 2000 евро на исследование. И было предложение поставить бюджет, некоторую сумму для того, чтобы закупить несколько камер видеонаблюдения. То есть, в общем-то, так неопределенно и без рекомендаций специалистов сложно сказать, сколько нужно камер и какая сумма нужна в бюджете. И ставить вот так вот на обум. Вот, давайте несколько камер поставим. Да, мы их поставим. Где будет то следование, на которое будет приходить сигнал? Пока не ясно. Поэтому решили сделать так. Заложили деньги на исследование для того, чтобы обратиться к специалистам, чтобы специалисты уже точно нам сказали, в каких местах какие камеры, сколько камер, какая сеть их должна соединять, какая нужна программное обеспечение, какая нужна серверная, чтобы информация с этих камер хранилась. Эта информация должна быть доступна онлайн или ее можно было бы посмотреть в записи. Сколько все это стоит и кто эту систему будет обслуживать. То есть, вот столько вопросов предстоит решить для того, чтобы поставить эффективно необходимое количество камер в городе. Руководитель Нарвской полиции Сергей Андреев предложил установить камеры видеонаблюдения во дворах. У нас на всех домах есть квартирные товарищества, которые проживают компактно. 5-6 домов в середине находятся, детские площадки, которые могут объединиться, сложиться, купить видеосистему, которая в течение двух месяцев будет записывать все, что будет твориться на площадках. И запись, если что-то нужно, что-то случилось, полиция уже сможет с этого сервера снять. И там никаких обновлений даже не надо делать. Власти города и полиция надеются в ближайшее время разработать предложение по улучшению безопасности в городе. Скажем так, мы, ни я, ни Александр, возможно, и другие участники конференции, мы не знаем, сколько времени необходимо самой экспертной фирме для того, чтобы она сделала эту экспертизу. То есть, мы сейчас можем пообещать, мы можем назвать конкретный срок, но может получиться так, чтобы этот срок не будет сделан экспертизой, потому что мы ее не заказали и со своей стороны что-то не сделали. Это может быть именно обусловлено тем, что для этого нужно другое время. Мы этого не знаем времени. Поэтому, действительно, давать какие-то сейчас громкие обещания, я считаю, ну, с моей стороны я бы не стала этого делать. Одно могу сказать, ну, со своей точки зрения, со своей должности, что все возможное для того, чтобы решить эту проблему быстро, это делается. И в этом плане я могу, я лично могу пообещать, что проволочек с нашей стороны не будет никаких. В этом плане не обязательно, чтобы все приходило, вся информация приходила в полицию. В случае необходимости мы через масс-медиа можем обратиться как с квартирным товарищем, так и к тактистам, так и к тем людям, кто уже использует видеорегистраторы, значит, для помощи. Если человек сам знает, что он был в этом месте в это время, и у него есть какие-то видеофайлы, то он может добровольно привезти в полицию, значит, и показать. Это, да, а насчет квартирного товарища, это у нас в плане со стороны полиции. Будет такое предложение по созданию круглого стола.